Привет, зритель! Вчера я с Азона забрала первые две трети своей посылки заказа, точнее первые две посылки от своего заказа. И вот обозреваю только сейчас, в субботу вечером. В общем, пришло одно в коробочке, другое в пакетике, и следующее не знаю, в чем придем, у меня чай, потом я заказала. Ну, чай для себя и близкого родственника, как я уже, наверное, где-то в каком-то ролике говорил. Потом одна фиговина, про которую я много слышала и читала, когда занялась этой готовкой всякой такой веганской зеротвы. Нет, я мясо тоже ем, но, в общем, что-то меня иногда прет как-то вот так, типа на палетной письце. Одна, коврик такой этот для выпечки. Сейчас я соображу, как бы тут показать. Тут где-нибудь, наверное... С одной стороны, где-то тут как бы можно показать, там моего телефона нету. Там только адрес базы выдачи Углича. С другой стороны тоже моего телефона нету. И тоже только адрес выдачи Углича. Ну, короче, вот. В таком пакете оно пришло, я еще не вскрывала. Я сначала думала просто вскрыть и не обозревать, и зафоткать, и выложить, что типа так и так. А потом думаю, у меня вроде как отдельный плейлист этого зона. И потом, раз уж я сегодня узнала, что я завтра не еду, потому что у нас там какая-то дофига погода не особая, планировалось так, что человек уедет, за ним поедут, мои вещи возьмут, а потом я на автобусе с котом, потому что поедут на машине с собакой. Ну, вот, теперь все это будет во вторник. Скорее всего. Ну, в смысле, в понедельник-то вряд ли, а вот во вторник стопудово. Ну, даже если во вторник не случится, то я поеду уже все равно по-любому. К тому же мне сделали тележку, у нее там ручка отваливалась. Я думала, что она просто сломалась уже конкретно так, а оказалось там просто удлиняется и уменьшается эта ручка. Вот в такой хренотеньке. Там, по-моему, даже если мне не показалось, а рецепты на жопке нарисованы. Что у нас тут? Да, рецепты от Мармитон. Я еще комменты читала, кучу всяких. И вот там сначала какой-то коврик был, ну, рублей на 20 подороже этого. И написано было, что несмотря на то, что все ругают эту фирму, но вот у нее такие же коврики, как у Мармитона. И вот один в один все типа круто. И покупайте, какой будет дешевле. Я в итоге сначала хотела Мармитон, потом в итоге его и взяла. Тут у нас рецепт от Мармитона. Песочное печенье. Свояю как-нибудь. Тут у нас сливочное масло. Но я его... Я не ем сливочное масло уже так прилично. Вот в этом году я его... У меня было козье сливочное масло. У меня было коровье сливочное масло когда-то купленное. Опытом про запас практически. Ну, много так вот. По дешевке. По знакомству. И я его только вот в картошку, иногда в кашу ложу. Но картошку я с маслом, с подсолнечным я редко с сливочным, иногда с сметаной. Короче, как-то у меня это сливочное масло заменяется кокосом. К тому же у моего кокосового масла до октября, там в этот бутылке срок, у него немножко вот так осталось. Ну, в смысле, может там дезик-то после октября, и можно на нём сделать, а вот к еду уже нежелательно. Потом тигровые креветки в пряном ледовом соусе. У меня даже мёд есть. Прошлогодний, позапрошлогодний, этого года. Так, и тут у нас дальше. Антипригарный коврик для выпечки. Для приготовления любых продуктов. Мяса, рыбы, овощей, выпечки и прочего. В газовых и электрических духовках. В микроволновых печах. Так, позволяет готовить без масла и жира. Состав стекловолокно. Антипригарное покрытие. 33 на 40 сантиметров. Оно для меня как бы большевает немножко, но я читала в комментах, что при желании его можно обрезать так, как надо. Ну, или в противень вкладывается и чуть-чуть свисает. Короче, обновлять-то его, конечно, буду. Уже, наверное, когда приеду из деревни. Потому что, ну, хоть и появилось два лишних дня, но из-за того, что у меня сегодня помёр телефон, который мне в ДНС любезно взяли на ремонт, на техобслуживание, короче, на техобслуживание, мне его взяли по гарантийному чеку, который гарантия у меня на 12 месяцев до 14 февраля следующего года, у него гарантия. И помню, как мой ноутбук, точнее смартбук, потому что у меня потом случился ноутбук ДНСовский, в ДНСе купленный Lenovo. Смартбук, который я всё пытаюсь продать, но всё, что-то как-то никак. Объявление вот у меня закрылось. Недели три назад я что-то всё, руки не даются его обновить. Короче, тогда в этом связном мне сказали, что в течение 45 дней, в срок этот, и вот реально 45 дней они меня продержали, я так уже знаю, что меня возможно ожидать в негативном виде, спрашиваю, говорю, в течение 45 дней на меня так, ну, удивлённо спознат, ну, что вы, это, типа, самый максимум, и я так поняла, что оно быстрее будет. И ещё узнала, я говорю, если вам придёт смс, я говорю, а если придёт смс, я запустим сегодня, а я смогу приехать только завтра, ничего страшного. Вот видите, ничего страшного, а всё равно мне написали смс-ку, и написали, что, типа, если вот в ближайшие сутки не явишься, то всё, мы это продадим под видом нового. Супер, блин. Короче, как бы нормальный ДНС, люблю я этот ДНС, у меня клава у компа ДНС, у меня этот солнечная батарея с аккумулятором ДНС, вот телефон ДНС, к сожалению, решил умереть. Короче, из-за того, что этот телефон, чёртова дери, решил умереть, у меня сегодня весь день наперекосяк, вчера и позавчера у меня тоже, ну, в основном из-за яблок, я ещё со всякой требухи тоже слегка наперекосяк, и то, что я хотела сделать, у меня не случилось, и в итоге вот с позавчера на вчера перекинулось, со вчера частично на сегодня перекинулось, да, вот со вчера на сегодня перекинулось, а сегодня уже, видимо, на завтра. Так что обновлять я-то буду, не знаю, когда, когда приеду. Способ применения применяется в качестве подложки на противень. Форму для выпечки сковороду можно использовать для заморозки продуктов в морозильных камерах, круто, а также для сушки грибов и ягод. После применения промыть тёплой водой, многоразовое использование. Меры предосторожности температуры на режим от минус 60 до плюс 260. Ну, у меня духовка максимум 250 температура, а в этой морозилке у меня при холодильнике вряд ли там минус 60 будет. Так что всё ништяк. Не подберегать прямому воздействию огня. Условия хранения, Особых условий хранения не требуется. Срок годности не ограничен. Сделано в Китае, не подлежит обязательной сертификации. Ну и ладно, у нас много чего сделано в Китае. 9 сентября 2018 года он рождён. Когда готовить искусство? А у меня готовить разгруз мозга. Тут печеньки. Сейчас мы его с вами достанем. Тут, кстати, нету никакой. Вот я думала, тут какая-то плёночка, а тут пустенькая. Коробочка, правда, слегка помятенькая. Ну, как в отзывах описали, ну, в принципе, чё. Мне эта коробочка как бы... Я её всё равно в переработку сдам. Да не то особо, не такой большой. Он, конечно, слегка побольше моего противня, но так как бы сложится, ничего. Вот он. Вот он. Я вот единственное сейчас соображаю, я не поняла прикола. В каментах писали, что масляные развода остаются, если не надо его промасливать и прожиривать. На кой хрен тогда это... Ну, как бы его не надо. Откуда там эти масляные развода останутся от еды? Видимо, люди всё-таки на нём пекут и не забывают, что его не надо ни промасливать, ни прожиривать. А потом же лучше в каменты. Отличный коврик. Я сначала хотела силиконовый заказать, потому что его при желании, ну, как бы на нём можно пастилу делать в этой сушилке. А потом что-то посмотрела, и там всякие разные выходят. Я поняла, что... Ну, даже по отзыву вписали, что силикон там вроде что-то, да, меньше температуру выдерживает. Думаю, мало ли что мне приспичит. А пастилу... Ну, попробую на нём, может быть, ещё. Кстати, ну, не знаю, завтра получится или нет. Я как раз осталась там кастрюлька яблок, которую я хотела посушить. Потом нашла в интернете рецептик мармелада яблочного. Решила его сделать. Может быть, попробую пастилу сделать. А может, не буду. Уже приеду там, как бы из деревни, будут ещё какие-нибудь яблоки. С той-то яблони, по-моему, уже всё опало. Ещё у нас там есть какая-то вроде как победа. Я раньше думала, что это Антоновка, но это не Антоновка, это победа. На дереве Антоновки привита победа. И вот тут как-то вот. Вот такой у меня замечательный коврик благодаря озону теперь есть. Так, ну и тут у нас ноженки мои. Попадайте. Так, сейчас. Тут вообще есть где-нибудь мой номер какой-нибудь. Не е мой номер уже. Раньше писали номер, короче. А теперь номер не пишут. Может, не только я это обозреваю в коробочках, и потом попоборят всякие комментаторы, а блогеры, типа меня и не только, при монтаже задалбливаются это вырезать. Найн-магазин. В общем, вот такая вот малюсенькая коробочка. Чего озона не хватило, все, в одну коробочку засунуть. Тут у нас то, что пойдет в сад насаджение. Бумажечка. Не, я, конечно, могу оставить и пошуршать, если хотите. Я тут несколько раз применяла пошуршать вот этими цветочками, которые у меня для рождения все еще стоят в коробочке, но у меня стабильно как-то вот сил немало уже, сил немало уже. Я вчера-то вообще такая дико рассеянная была. Я в сад приехала, надо было глянуть, ну, помимо яблок собрать, надо было глянуть, теплицы закрыты или нет. Там у меня вообще ни сил не было, ничего. Я так приехала, ну, блин, вообще, на кое хрен я в сад поехала. Я еле доехала обратно, я так ехала, я сплю на ходу. Короче, в общем, этот кероп. Я сначала хотела заказать, там по 140 рублей можно было заказать 200-граммовую пачечку, какой-то в виде чая, в виде кофе, как замена какао, т.д. Я так поняла, ну, как я читала, поняла, что это порошок по типу как какао, но по цвету, по вкусу как какао, только еще и сладкий сам по себе, что, допустим, какао делаешь, надо сахар положить. А тут сахар, не знаю, ложить, он уже сладкий, и в выпечку его добавляют, еще что-то. И я даже какой-то шоколад пробовала когда-то, и что-то такое шоколадное, и там вот было в составе этот кероп, я думаю, что хоть такое. Я знаю, что еще какое-то есть масло или растение, ну, тоже какое-то, заменитель какао, масло, и вот так же называться, типа, как кероп, только что-то иное. Но я забыла, что это, я все хотела его попробовать, но все время забывала, как его забывать. Ну, в итоге, так оно и забыла. А это я еще почувала, что он как бы полезный, но не как вот бывают там какие-то искусственные заменители, масло, какао, или, допустим, я тут покупала как-то в магните, по скидке, я не помню, обозревала это, или только думала, или даже не пролонировала обозревать. Какой-то крем шоколадно-ореховый, что ли, или халва какая-то жидкая, типа, да. Это, пардон, там какие-то, короче, подсолнечные семечки, типа, как хала в шоколаде или что-то такое. И оно было таким кремиком. И я сначала как бы на булочку намагала, вроде так нормально, с чаем попила, вроде так нормально. Немножко, так, ложки 2-3 этих чайных схомячила. Ночью у меня так фигово было. Я чувствовала это масло, вот конкретное такое масло, которое не слило, ну, с закосом под сливочное, но не сливочное, в общем. Потом рассмотрелось, что там растительные какие-то масла, думаю, ну, может, кокосовое, мало ли, какие растительные масла бывают. Вот это было пальмовое масло, и от него я ласточки не склеила в очередной раз, короче. А тут как бы нормальное, ну. И вот я купила в итоге, я так подумала, а думала, вдруг оно мне не понравится, что мне эти 200 грамм, что они стоять будут. У меня там стоит эта арахисовая мука. Во-первых, что-то я с ней делала, у меня не прокатило оно мне по вкусу. Потом я про неё забыла, а потом, по-моему, она уже ласточки склеила. Да, вообще, какой у неё срок годности. Ну, АСМР я запишу как-нибудь, может, деревню запишу какой-нибудь. Ой, блин, у меня штук-ножницы есть, и я тут мучаюсь, скрывая. В итоге я вот заказала этот. Что-то он 33 рубля за 40 грамм. Или 30 грамм, тут я что-то уже не помню. Ну, и суть такая, что, я думаю, если понравится, то потом... Думала, что мне казалось, что я увидела этот кироп в Ашане у нас. Но, видимо, мне казалось, или он там не всегда бывает. Подумала, что если понравится, то закажу ещё раз на зоне уже полноценную какую-нибудь такую большую пачку. У меня там было 120 баллов за отзывы с фотками. У меня случилась возможность полностью баллами спасибо оплатить. У меня там что-то 300 с чем-то их было. Так, что заказ у меня вышел, как бы, не такой напряженный по деньгам, скажем так. В общем, оно у нас рождено внезапно новое. Да, тут 30 грамм. 30 грамм. Так, 13 мая этого года. Конечно, азон свою хрень клеит всегда на очень видное место. Я подозреваю, не только я переживаю на этот счёт. Много кто иногда в комментах, читая, аж так у них пишет. На сайте домашнее что-то наклеено, не видно. И одно дело, если её отсобачить можно аккуратно. У меня немножко получилось отсобачить. А иногда вот покупаешь что-то специально в подарок, хочешь человеку подарить, а там этот азон на самом видном месте и хрен его отдерёшь аккуратно. Или вообще отдерёшь. Вот тут на месте описание этого кероба. Может, я очень хочу почитать. И мне религия запретила пользоваться интернетом. После того, как я куплю. В общем, пряность кероб. 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 Плоды рожкового дерева, которые используются как здоровый заменитель шоколада. Молотый кероб с виду похож на порошок какао, но по вкусу гораздо слаще. Не содержит кофеин. Кероб. Настоящий экопродукт. Натуральный, полезный. Рекомендуется применять кероб как сахарозаменитель и как низкокалорийную альтернативу какао. Шоколаду. В скобочках было. В смысле шоколад. В скобочках шоколаду. Может использоваться для приготовления горячих, холодных напитков, пудингов, торгов и других продуктов. При этом полностью сохраняется аромат и вкус блюда. Способ употребления. Добавить 1,4 чайной ложки на 1 кг блюда в процессе приготовления. Это типа как пряность. Да, ну, кстати, вот правда. Ну, там на картинке как бы видно, но пока вот на картинке с компа видишь, да, или с телефона, и в реале. Вот тут вот такие стручки, не стручки, короб. Королевская коллекция. Место произрастания Испания. Вот так. Тут у нас в комплекте зажим клипсатор, полистирол. Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия дата производства клипсатора. И в июле 2014 года. В общем, 5 лет назад его произвели, этот клипсатор. Сейчас узнаем, что он там, как он там. Топ, изготовитель топ продуктов. homekitchen.ru Состав порошок из плодов рожкового дерева короб. Возможно, наличие следов конжута, горчицы, следы рея. На ней в холодильнике следы рея немножко есть. Специфический такой вкус. Напоминает эту кинзу. Изготовленная и упакована. Указана на упаковке. Срок годности 24 месяца. Хранится в сухом прохладном месте. При относительной влажности не выше 70%. Всё вроде прочитала. И как это вскрыть? Клипса. Ой, я тут такую аниму смотрела. Она у меня очень долго висела в закладках. Там такое описание к аниме. Я ожидала полного трындеца. Иногда вот эти описания к манге или аниме пишут. Я не знаю, кто. Чем они это читали. Как они это смотрели. Чё у них вместо мозгов. Чё у них там на руках. Чем они печатают это. Короче, полный трындец ожидала. По описанию аниме. Стала смотреть. И всё ожидала чего-нибудь такого. Но в итоге это какая-то вот такая героиня. Вот я не понимаю таких баб, которая вот безответно влюблена всю свою жизнь в какого-то козла, который её ни во что не ставит. И только когда у него просыпается собственнический инстинкт, он её... Ой! Как же её звали? Это вот до... Того, как я начала говорить, я ещё помнила. Ну, аниме называется, в общем, Озорной поцелуй. На языке крутится эта героиня. В общем, мужики такие, мудаки конкретные. А бабы я не понимаю. И вот она мне... Мне всё аниме, все эти 24 или сколько там серии, оно мне напоминало. Чё ж оно мне напоминает? Чё ж оно мне напоминает? Тут я поняла. Селлер Мун. Вот этот её мудак Мамору, который больше... Более хорошо относится к их общей дочери, чем к самой этой Усаги. И вот тут же такой же мудак, который к своей дочери. Ну, и там дочка такая, которая типа папа хороший, мама нет. Думаю, кто тебя рожал-то, блин? Тупая ты, пока кака. Ну, и тут так же. И Усаги же слегка тупая была. И тут девочка слегка тупая, но такая в бой рвётся как бы. Не знаю, чё они тут этой клипсой имеют в виду. А, вижу клипсу. Я думаю, это та фигня, которая непонятно, слушайте, первый раз в жизни вижу клипсу. Ух ты, она открывается. Я так бы взяла, открыла, думаю, а чё это она? Ух ты. Какая прикольная штука. Как интересно ей пользоваться. В общем, вот. У нас клипса вблизи. А, кокор... Нет, не кокора. Ну, короче, на кон начинается шесть букв. Чан в конце. Там ещё есть такой мальчик, который выдается за девочку. Она становится медсестрой. Он типа врачом. Короче, она идёт по ошибке вписываться в какой-то клуб, куда он записался, где какой-то долбанутый. Вот с этим мне впервые в жизни встречалась в аниме, где герой очень напоминает одного актёра. Так вот, там этот есть такой сэмпай из клуба бомбинтона, пинг-понга, или как там его, который один в один чувак такой мерзко-хитренький был, по-моему, в этом... в Диком Ангеле. С усиками такими. Вот если вы это аниме смотрели, смотрели Дикого Ангела, вы поняли, о чём я говорю. Тут, кстати, осень нарисована изнутри. На этой самой штучке. Ну, вы там, может, и не увидите. Я сама случайно сейчас заметила. В общем, есть у меня клипса. Ещё конструкцию дали, как этой клипсу и пользоваться. Сейчас это как-то... Вот он. Не, через пакетик ничем не пахнет, но реально напоминают какао. В общем, вот у меня этот кероб. Как тебе обратно засунуть? кероб. Ага, ладно, не суйся. Вот так я оставлю его. Сюда положу куда-нибудь. В общем, тут я даже аниме обозрела практически. Как же её звали-то, а? В общем, не помню. Ну, не суть важно. Но, не то, чтобы оно мне не понравилось, я ему из 10 звёзд поставила одну. Я всё ждала чего-нибудь такого, ну, может, героиня бросит этого мудака, может, она единственный раз бежала из дома, может, она поймёт, что, ну, как бы, мазохизма вообще какая-то конкретная. Ну, в общем, мудак полнейший. Хотя и вообще попадались какие-то мудаки. Сначала какой-то чувак над ней издевался, потом вдруг на неё запал, потом получил, когда ему объяснили, ну, чё вот ты это, и она уйдёт, от мужа чё-то с ней делать больше. Он, типа, не знаю, ну, как-то так, допустим, до него дошло, что он вообще как бы не особо вникал, чё он вообще может ей дать, предложить, да, и стал в итоге вести себя снова как мудак. Короче, бедная девка. Не везло и на мужиков всё аниме. Всем спасибо, кто осилил. Сей обзор внезапно на Озон и в ТНМ. Всем пока!